ТДК-42 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 ТД ТД-42 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 ТД 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 Средственность ТД Именно carriage ТД Т jam города индивидуальных счетчиков учета с удаленной передачей данных. Но нам уже в этом отказали. Поэтому я не думаю, что повышение, как мы планировали в 3,5-4 раза поднять тариф на воду, это будет исполнено. Такого, конечно, ни в коем случае не будет. Скажите, очень часто, когда мы смотрим, что происходит в Казахстане, очень часто говорят об износе сетей. Электроэнергетика — это электрические провода. То есть я не сомневаюсь, что такой же износ в городе по сетям водоотведения, водоснабжения. Скажите, если мы сейчас не будем вкладывать государственные деньги в эту систему, что может произойти? Вот объясните для людей, которые понимают, что если повысили тариф, то именно монополисты будут жировать с этих денег. Скажите, во что именно вкладывать нужны деньги, чтобы система работала, чтобы у нас была вода? Ну, все эти расходы, которые предусматривают тарифы, они как раз направлены на эксплуатацию сетей и на улучшение их качества. Понимаете, вот даже те ремонты, которые мы проводим, 374 аварии на водопроводных сетях в прошлый год, это только на наших, и 470 аварий на частных водопроводных сетях, 43 аварии на канализационных сетях, они же в тарифе, на них расходы не предусмотрены. Это мы за счет своих затрат выкручиваемся. И от того понятно, что тяжелое положение у людей, что тариф поднимать нельзя тяжело, тяжелым бременем ляжет. И вот хотели, инициатива была Галина Жмезиновича, дифференцированный тариф ввести. Чем больше потребляешь, тем больше платишь. Но, к сожалению, у нас в государстве эта норма не действует. И все деньги, конечно, на эксплуатацию, на поддержание в нормальном состоянии, ну, износ больше 60%, это сам за себя говорит. Ну, сказать, что нам совсем денег не выделяют. Нам выделяют, вот сколько на канализацию выделено в последние годы. Сейчас очень нас здорово в этом плане государство и областной акимат, городской акимат поддерживают. Вот телезрители задают вопросы. Вопрос посредством мессенджера WhatsApp поступил. Огласите среднемесячную зарплату административного персонала Баты Сорнасы при нынешнем тарифе и при повышении тарифа. И что решили по поводу норм потребления воды на одного человека? Ну, по норм потребления воды мы ничего пока не решали, потому что такой градации нет, дифференциации нет от объема потребления. Это законодательство не предусмотрено. На сегодняшний день у нас средняя заработная плата – это порядка, не порядка, а точно 119 тысяч. 119 тысяч. Ну, вот лично моя зарплата, она 315 тысяч. У замысителей уже там в зависимости от стажа и так далее, она гораздо ниже. Ну, хорошо, я думаю, что мы исчерпывающе ответили на вопрос нашего телезрителя. Я добавлю, что вы всегда можете присоединиться к нашей дискуссии. Номер, по которому вы можете прислать вопрос 8 701 212 42 42. Или можете напрямую позвонить в студию, телефон 26 90 77. Если вы звоните с другого города, то можно набрать код Уральска 8 71 12. Так, продолжим. Давайте вспомним, что летом проводилось совещание в областном Акимате. Аким области Галиис-Калиев подверг жесткой критике работы коммунальных служб. Именно работу предприятия Батыс Суар-Насы он критиковал за отсутствие энергосберегающих, водосберегающих технологий. То есть потребление есть, а никто за эту воду не платит, есть большие потери. Скажите, где самые большие потери? Что-то удалось сделать, чтобы снизить потери? Вы знаете, потери, они и в сетях есть, от аварий. При каждой аварии вода изливается. Поэтому оперативность, с которой работают и скорость, с которой работают наши ремонтные бригады, это тоже зависит на потери. Конечно, есть и потери, когда воду в открытую похищают. Например, по поручению Аким области, нами были проведены мероприятия по работе с мойками, с общепитом и так далее, где мы досконально все проверили, где есть оборотное водоснабжение, где как идет очистка стоков, потому что все это забивает канализацию, когда их не чищут, и может привести к печальным последствиям. Работа над этим ведется. Сейчас мы по заданию, по протокольному решению, мы должны в этом году установить 15 счетчиков, узловые счетчики, которые снимают основные показания. И вот 5 мы уже установили, теперь установим еще 10, чтобы прямо отсекать целые микрорайоны, особенно это индивидуальное жилье, чтобы потом сравнивать, сколько воды сюда было подано и сколько фактически потреблено людей. То есть есть районы, которые больше грешат хищениями? Да, да, да. Хорошо, давайте продолжим. Мы понимаем, что нужно что-то менять, потому что летом был дефицит воды, мы столкнулись с тем, что чуть ли не впервые в городе был составлен график, по которому дома получали воду, были составлены часы, люди многие критиковали этот график, потому что режим работы у всех разный, кто-то работает в первую смену, кто-то во вторую, у кого-то ненормированный рабочий день, и приходя домой, человек сталкивался с тем, что он не может помыться, не может сготовить себе чай. Ну и, естественно, это очень влияет на жизнеобеспечение города. Скажите, что было сделано за то время, с лета до? Я скажу так, что последняя скважина на подземном водозаборе, она заборевала в 2009 году. После этого ни одной скважины не бурила. Вот после прошлогоднего случая, когда мы испытывали острый дефицит воды, в руководственном области, в руководственном городе были приняты, я считаю, что беспрецедентные меры, выделены бюджетные средства. Значит, осенью уже на подземном водозаборе в Трёкино было забито две скважины, которые показали замечательные результаты, по полторы тысячи и чуть даже больше кубов в сутки. Сейчас завершается, вот на днях завершится конкурс по перебуриванию еще 16 скважин. Кроме этого, объявлен конкурс на бурение новых скважин, уже по новым участкам. Представляете, объявлен конкурс на приобретение насосного оборудования и всех пультов управления к этим скважинам. Это огромные суммы, огромные деньги. И я думаю, что мы не только этот, а еще одна из главнейших новостей, что Каменский водозабор передан из республиканской собственности в коммунальную собственность. Там тоже уже объявлены конкурсы по проведению ремонтных работ по бурению скважин, восстановлению резервуаров чистой воды, замене трубопроводов. Конечно, вкупе все это не только закроют, вот когда эти все мероприятия будут реализованы, это не только дефицит сегодня существующий покроет, это будет задел уже на несколько лет вперед. Тот же самый микрорайон Акжей, который в этом году начинает строиться, это строится, это огромный микрорайон, там будет огромное потребление. И я считаю, что эти беспрецедентные меры приняты, и с дефицитом воды мы не столкнемся. Знаете, мы посещали водозаборную станцию, которая принадлежит, как мы выяснили, АОЖЭК Теплоэнерго, то есть тоже очень интересно, вы, получается, покупаете воду у другого предприятия и ее используете. Вот она не выглядит как стратегический объект. Все-таки нужно ли нам что-то делать, чтобы водозаборы в Уральске были и тщательно охраняемы, то есть были более современные оборудования? Есть ли уже необходимость в инновациях в этом вопросе? Нет, ну, я вам скажу так, что АОЖЭК Теплоэнерго, вот уже две зимы, ЖЭК Теплоэнерго воду качает с понтона. Это вообще летний понтон, когда уровень воды резко поднимается, и это качали летом. А сейчас АОЖЭК Теплоэнерго, она находится наружу. Вот она, если к концу лета более-менее в воде была, потом уровень стал резко падать, насосы захватывают воздух и сразу разрыв. А это там насосы огромной производительности, для которых глотнуть воздух, это сразу... Сколько там глубина? ...технологической установки. Ну, в прошлом году ЖЭК Теплоэнерго, там, где стоит эта баржа насосная, насосная станция плавучая, они углубили дно достаточно хорошо. Ну, а приемную аванкамеру, я думаю, что все-таки у них в планах есть ее поменять, заглубить, обставить, потому что, ну, сегодня с этим реальным столкнулись, значит, меры принимают. Хорошо, но все-таки, я думаю, что не сегодня, но завтра обязательно этот вопрос назреет, потому что один единственный естественный водозабор из реки Урал, он недостаточен для нашего города, как вы считаете? Ну, вот я, конечно, за то, чтобы этих водозаборов было побольше, но вот решили вопрос с Каменским водопроводом, он нам закроет проблемы Зачиганск и Деркул, как это раньше было, он закроет полностью, мы надеемся, да? Здесь огромный объем работ будет уже производиться на подземном водозаборе. Все это приведет к тому, что все-таки вот этот дефицит воды мы снимем, этот, его не повторится. А на перспективу, я думаю, что у нас есть соответствующая организация, которые об этом думают, они все прогнозируют, данные у них все есть. Нужно будет еще вот забор, значит, еще построить. Хорошо, еще нам поступил вопрос через WhatsApp. Как вы боретесь с должниками? Ведь, наверное, тариф повышаете в том числе и из-за них. Давайте поговорим о долгах. Я бы сказал, что дебиторская задолженность по сравнению с 2019 годом, она не так сильно выросла. В основном, большинство населения, они плачут исправно. Все нормально. Но есть, конечно, кто не допускает контролеров, у нас большие тяги будут. То, когда приходят и выясняют, что сорвана пломба, мы по инструкции обязаны сразу уже по сечению воды. Ну, таких людей штрафуем. Есть, которые откровенно воровали воду. Их тоже штрафуем, там миллионные штрафы, например, на юридические лица накладываем. Борьба идет. Борьба идет, да. Хорошо, у нас есть первый телефонный звонок. Наша дискуссия вызывает общественный интерес. Давайте послушаем, что волнует наших телезрителей. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста. Меня только выключили. Я сейчас телезрецы включу. Здравствуйте, да. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я слушаю вас внимательно. Меня это очень... Здравствуйте, да. У меня такой вопрос. Я слушаю вас внимательно. А, там замедленно идёт. Так вот, всё это хорошо. Скважины новые, вода свежая, там, это употребление, деньги крутятся, все дела, да? Хорошо. Скважины новые, вода свежая. Меня, я сейчас в своём телевизоре выключу. Так вот, меня задача творчества. Вся эта вода после употребления, но уже испорченная, идёт в канализацию. И она прям хорошей рекой течёт туда, в сторону Перемётного, в эти там болота, вот в эти всё. И оттуда вот эта вся река, она же не переполняется, она таким же ручьём уводит в грунтовую воду. И там, в районе Серебрякового, Круглозёрного, Кушум, Чиганский и далее, вода, грунтовая, практически негодная к употреблению. Только огород поливать. Ей для питья пользоваться невозможно. Так вот, усиление водоснабжения здесь, в городе, сильно влияет, в отрицательном, в этом самом влиянии, на воду там. Там жить практически только вот, щапа укачает, и то она некачественная вода. Почему меня это беспокоит? Сам-то я живу в Рубёжке, у меня чистая вода идёт, рядом с Уралом. Но мне хочется там внизу жить, а я из этой воды, да и там их жители тоже не пользуются ей. А щаповская вода, она тоже не больно качественная. Вот это усиление, оно же отрицательно влияет на экологию полностью. Спасибо за ваше мнение, давайте послушаем ответ. Скажите, поступает ли вода... Стоки, когда поступают на координационную очистную станцию, они, значит, проходят механическую очистку, весь мусор убирается. Потом полностью удаляется песок ил оттуда. Песок ил. И потом вода уже сливается в эти пруды-хранилища. Отстойники. В отстойники, да. И вот может ли из этих отстойников вода попасть в грунтовые воды? Постоянно, да, возможно, попадает, я ничего против не имею. Но такой был проект, такая была система. Я хочу вам сказать, что вот сейчас по всей республике программа по реконструкции этих КОС, как раз, кондиционно-очистных станций. И там будет стоять современнейшее оборудование, что удаляться будет все. И соли тяжелых металлов, если они там есть, и нефть проглотит, удаляться будет абсолютно все. И я думаю, в эту очередь нашей области, это, если я не ошибаюсь, 22-й год. Давайте продолжим. Чистота воды, кто ее контролирует, какова вода в Уральске, можно ли пить вот ту воду, которая у нас в стаканах? Ну, у нас, во-первых, пробы отбираются со всех колонок по городу. Отбираются на 8, оперативный отбор каждый час. И 4 раза отбираются на ПВЗ. Общее количество ежесуточных проб – это 73 пробы. 73 пробы. Поэтому понятно, что не всем нравится, что запах хлора в воде. Ну, и пока это единственное вещество, которое до конца выхода воды из крана, оно действует. Нам пока деваться некуда. Но контроль у нас лаборатория аккредитованная, она, специалисты хорошие там подобраны. И пробы отбираем постоянно. Скажите, вы говорили, что ликвидация аварий – это, на это уходят очень большие средства. Но понятно, что деньги расходовались, которые люди платят в качестве тарифа, они расходовались не только на ликвидацию аварии. На что еще уходили деньги? Ну, и на ликвидацию аварий, и на проведение насосного оборудования, и на приобретение ГСМ и так далее. Очень много, понимаете. У нас техника, она настолько изношена. У нас есть техника 1982 года выпуска. Ну, запчасти не напастешься, там никаких норматив мы во что не укладываемся. Заработная плата. Потому что не будем платить, хотя я не считаю зарплату наших работников высокой слишком, но, по крайней мере, вот сегодняшняя зарплата их удерживает у нас на работе. Начнем снижать зарплату, значит, пойдет отток кадров. Скажите, вот государство, когда решает стратегические проблемы, перед ними стоит дилемма отдать частные руки, важные стратегические коммунальные предприятия, которые являются убыточными, которые заведомо тратят много денег, потому что надо дать всем понемногу, а не все заплатят, или все-таки оставить его на балансе государства? Скажите, вот в вашем случае можно ли передать в частные руки и при этом требовать хорошие качественные услуги? Вы знаете, вот, да, нас тоже в план, в республиканский план включили на приватизацию наше предприятие. Я очень хочу, чтобы приватизировал наше предприятие человек с большим капиталом, с большими деньгами, который сразу найдет возможность вложить, устранить все, что нам мешает нормально работать. Ну а говорить о том, что в частных руках оно лучше или в государственных руках, я, наверное, не осмелюсь, потому что у меня немножко другое видение этой проблемы. Стратегические объекты, они всегда должны быть под контролем государства. Какие-то виды услуг, конечно, можно отдать в частные руки, в конкурентную среду, но какие-то виды, они стратегические, которые влияют на жизнь целого мегаполиса. Это сложно, для меня это очень сложный ответ. Скажите, все-таки не так долго осталось до принятия решения, которое будет принято антимонопольным ведомством. Какой-то краткосрочный прогноз, что вы думаете, насколько все-таки повышение тариф произойдет, чего ждать нам потребителям? К нашему большому сожалению, я думаю, что тариф поднимут не более 15%. Хотя для нас это, конечно, очень мало. И у нас осталась буквально минута времени, я предлагаю вам это время для того, чтобы использовать, для того, чтобы обратиться к нашим телезрителям, чего-то пожелать, что-то попросить. Как говорится, вы на чистоту с нашими телезрителями. Уважаемые жители города Уральск, конечно, проблемы водоснабжения, отопления, проблемы дорог, электричество, они всегда вызывают очень много нареканий со стороны потребителей. Но поймите, что это не все зависит от наших коллективов. Все-таки в большей части это зависит от финансирования. Есть деньги, есть нормальные зарплаты, есть нормальные специалисты. И поэтому, конечно, за все неудобства, которые мы вам преподносим, мы приносим свои извинения, но хочу вас заверить, что коллектив «Бат-Суардас», они работают круглые сутки, без остановки, и в любой мороз, грязь, они желают того, чтобы вода была хорошего качества, и услуги были на высшем уровне. На этом наше время подошло к концу. Я желаю вам всего доброго. Смотрите программу «Ночистоту» на следующей неделе в это же самое время. Берегите себя. Смотрите программу «Ночистоту»